Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии и сегодня у нас обзорный выпуск по еще одной книге. Речь пойдет о книге Аскерби Шартанова названием «Адыгская черкесская мифология и культы». Что хочется сказать, это переиздание, потому что Шартанов писал ее в советское время, довольно раннее советское время в первой половине XX века. И это просто переиздание в подарочном варианте. Довольно крупная книжка, примерно на 500 листов, снабженная очень хорошей полиграфией, красочными картинами, гравюрами, фотографиями, некоторыми дополнениями, сделанными современниками, уже современными учеными. Очень важным является дополнение в последней статье, которую он не дописал, не успел дописать Шартанов до конца, но она была в принципе практически уже готова, ее доработали. Она посвящена культу головы у черкеса. Ну, с точки зрения первичного знакомства вообще с адыгством, с религией традиционной адыгов-черкесов, эта книжка, в общем-то, неплоха. Потому что в ней отражены все, в общем-то, основные образы мифологии, как и сам бог главный, Тхэ. В ней хорошо отражены традиции, которые присутствовали у адыгов, в том числе некоторые такие уже изжившие себя, которые фиксировали в прошлые века определенные путешественники. Может быть, еще первые советские ученые застали. Это все очень неплохо описано, довольно красочно, ярко, и я думаю, это будет очень полезно всем тем, кто хочет хотя бы первоначально погрузиться в тему адыгской традиционной религии и обычаев адыгов. С точки зрения более серьезного подхода профессионального, есть, конечно, вопросы. В частности, здесь много довольно устаревших таких понятий. В частности, допустим, какие-то моменты отражены уже неверно. То есть, связано это в основном с неправильным самим пониманием, трактовкой ученым, вот этих традиций, когда под ними какой-то другой немножко смысл был, или очень схожий, который при переводе терялся. Некоторые определенные обычаи, редкие, допустим, ставятся под вопрос современными исследователями, как, возможно, выдуманные. Есть претензии по этому поводу к Шартанову. Основная тема по религии здесь вот в чем. Дело в том, что используется довольно устаревшая трактовка, которая подвергается на сегодняшний день большому сомнению о том, что у адыгов было некое многобожие. То есть, там бог Уашхе, бог Псхадха, бог Тхе, допустим, Тлепш, он их называет богами, потому что, знаешь, как греческая мифология. Но современные уже последние исследования говорят о том, что это неверное понимание, вероятнее всего. Это, конечно, тоже теория, ее нельзя отбрасывать. Но вот все признаки сводятся к тому, что адыги знали только одного бога, Тхе, главного, который создатель всего сущего. А все остальные, это просто явления. Допустим, Уашхе, это синее небо, явление грома. Он пишет, что это бог грома, но на самом деле это просто сам гром, как явление, которого боялись к грому, не то, что поклонялись к грому. Почитали, которые, да, сила такая божья. Потом Псатх, это вообще святой дух. То есть, Тлепш, это просто нардский мифологический кузнец, то есть, из нардского эпоса. То есть, ну, есть много вопросов. Ну, есть и разбор нардского эпоса, кстати, тоже очень неплохая вещь в сегодняшний день. Поэтому всем, кто, в общем, только знакомится с темой, хотел бы поинтересоваться, ну, и просто для информации тем, кто, в общем-то, интересуется темой, советую все-таки прочитать эту книгу, сделать для себя определенные выводы, несколько критично к ней отнестись, но, скажем так, полезные некоторые вот описания, более конкретные такие мелкие детали, очень здесь важны, они интересны и уникальны по своей сути, поэтому книга достаточно интересная и полезная будет всем. И, кстати, она есть у нас в магазине Этно-Черкесия. Можете ее там приобрести под заказ. На этом все. Всем пока. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока.